С нетерпением улучшения жилищных условий ожидают жители домов на улицах Центральная и Кооперативная. Жалобы, мягко говоря, оправданы. Их дома построены еще в первой половине 20 века и заслуженно считаются ветхим фондом. Возможность переехать в новые комфортабельные квартиры предоставил инвестдоговор застройщикам. О том, какие перспективы ожидают жители 14 микрорайона города Щелково и когда состоится переселение, рассказал заместитель руководителя администрации Щелковского района Никита Никулин. Главная наша задача, то есть довести до вас информацию о предстоящем, в ближайшем времени туда вы должны будете переселяться, то есть что будет происходить с вами, с вашими домами на сегодняшний день, в которых вы живете. Надежда какая-то появилась. У нас все хотят переселиться потому что все сгнило и все льется на голову. Договор развития микрорайона номер 14 заключен с компанией инвестпроекта МСК и реализуется уже несколько лет, предполагая не только строительство 11 многоквартирных домов, но также пристройки к школе номер 16 на 500 мест детского сада, рассчитанного на 125 ребят. Однако самым актуальным вопросом районные власти считают расселение 40 ветхих домов. Из 19 зданий жители уже переехали в новостройки, однако 160 семей все еще ждут улучшения жилищных условий. Отселено 19 домов в данном микрорайоне и в плане отселения до конца 2018 года еще 21 дом. Определенная заминка в реализации договора была вызвана тем, что с 1 января 2015 года полномочия по выдаче разрешения на строительство перешли на уровень Московской области. В результате основные моменты будущей застройки пришлось снова согласовывать с областными ведомствами. Однако теперь вопрос решен. В ближайшее время будут завершены работы на площадке нового дома на улице Первомайская. С данной эксплуатации дом номер 2, это Первомайский 9, в который отселяются дома, отселяет очередной дом по второму этапу с улицы Кооперативной, дом номер 6. Вот он сейчас 17 семей будет отселяться в этот дом. 17 квартир готовы, готовы, отделаны. Можно пройти, посмотреть их, кто будет переселяться. В конце мая месяца будет переселение. Затем, по словам представителя компании-застройщика, после завершения строительства следующего дома, условно обозначенного в проекте планировки территории под номером 5, планируют расселить еще 8 домов. На следующей неделе, если получаем, а все к этому уже как бы сложилось, начинаем работы по выносу инженерных сетей. Кроме этого дома, в площадку застройки вошел еще один дом, дом, значит, башня. Этот дом на 315 квартир и башня, значит, на 115 квартир. То есть одновременно, одновременно будут начинаться, значит, два дома по плану текущих годов. В ближайшее время должно переехать новый дом, номер 5 по улице Центральной. 64 семьи, это 8 домов, около 200 человек. Мы уже знали о том, что идет строительство и примерно в какой дом нас будут переселять. Но сейчас мы просто убедились в этом. Чуть-чуть это двинули, нам обещали в 2017 году, но мы понимаем, что это чисто физически невозможно. То есть, 2018-2019 год. В целом, будут в интернете встречи? Ну, пока да. По словам заместителя руководителя районной администрации, аналогичные встречи запланированы с жителями района номер 7 на Дальнем Воронке, где также по договору развития застроенной территории будет работать компания «Юнитекс». Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».